приветствую тебя извини за голос немножко севший вставляющим как бы приехал жара включил кондиционер думал выключить но заснул проснулся замерзший и вот как результат простыл но тем не менее зум есть зум и поединке прошлого уикенда 2 вечера бокса и первый бой мадримов саро второй поединок напомню что 1 декабре прошлого года в узбекистане закончился общем довольно таки скандальной победы техническим нокаутом мадримова в девятом раунде причем мадримов скажем так показал себе не очень но второй бой не знаю как ты но у меня сомнение в том что мадримов выиграет его если бы не было остановки общем не возникало что ты скажешь да действительно первый раунд ничего не показал во втором мадримов взял инициативу свои руки и доминировал полностью весь раунд в третьем случилось это столкновение я два раза посмотрел посмотреть кто виноват там вообще-то были виноваты оба потому что оба пошли вперед не согласен с тобой не соглашусь ни на секунду выслушаю твое мнение потом приведу доводы хорошо не увижу кто-то был там в этом столкновении виноват а если брать допустим вообще вы весь у кент этот у кент я могу его я могу назвать у кент предпочтений знаете вот постоянно идет спор между любителей бокса что за что давать победу за больше выброшенные удары за или за более точный более качественный здесь весь у кент был на том что где-то в каких-то боях давали предпочтение больше за технику за а в другом в других боях за за точности за и за желание выиграть да а если брать допустим вы саро сейчас с мадримовым это знаете как у нас говорят молдове легаты кунуни это значит завязанная ты не можешь жениться да то есть этот бой допустим уже второй бой второй бой никак не 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 может нельзя поставить точки над и то есть я вообще думаю что больше не надо потому что как куда проклятая проклятая пара которые никак не может прийти к какому-то логическому концу этот вот уже второй бой никак не нельзя определить кто там из них вы лучше как бы я считаю что уже не надо им больше встречаться пускай там с курбановым там боксировать она не знаю там дю там еще с кем-то но то что уже второй бой это вот такая вот неприятная вещь тем более бои смотрелся интересно будет смотрелся интересно вот втором раунде я думал дальше саро чтобы будет делать потому что саро поднял блочок я думаю может быть он там за будет за блоком прятаться может быть там мадримов подустанет уже начнет работать саро там много мыслей было насчет этого ну третий раунд все испортил и как бы считаю что больше не надо им встречаться так вот к нам подключился еще и ярослав запозданием привет ярослав как раз ты попал на начало нашего обсуждения обсуждаемый бой мадрима мишеля саро привет что ты думаешь по поводу второго боя второго боя мадримова и саро были у мадримова шансы здесь победить здравствуйте юрий да ну как все хорошо получалось на момент остановки боя у мадримова были все карты вроде как в руках но опять же это бокс первом бою он тоже за тот же мадримом начал за здравия окончил там но в принципе как закончил скажем так без не без помощи рефери но в принципе саро выравнивал ход событий как и здесь мало кто там уже как бы немножко по поплыл скажем так от удара там боковым ударом его встряхнула анатолий приветствую пораньше но тем не менее я не знаю я думаю что могло все сложиться так же спокойно в ровное русло выйти как и этот самый как просто очень скоро я скажем так вот это была остановка но она была логичная потому что там сочилась с брови вот но ничего нельзя сказать как бы получилось или нет в принципе все выходило а так как сара такой как бы опытный парень и в принципе как бы вроде как восстановился мог бы каким-то образом выровнять бой как и во втором поединке тут по твоему мнению кто был виновником столкновения головами еще раз ну было не был виновником я пересматривал эпизод трижды либо же оба виновники либо же никто не виноват пошел ссора тот как-то выскочил снизу нет-нет-нет оставался дремов на месте мадримов оставался на месте мадримов оставался на месте здорово промах да ссора вроде как пошел вперед провалился и напоролся собственно говоря на верхнюю часть головы ну такой эпизод эпизод на самом деле мне кажется абсолютно спортивный без этих самых без намерений меня просто вот что одно бескуражило ведь согласно правилам если до пятого раунда до начала пятого раунда произошло столкновение головами которые не дает возможность общем одному из бойцов продолжить поединок признается но контест не состоял здесь почему-то но контент техническом это аналия меня так побрили с уорингтоном я тоже так да 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 лоханулся там тоже помните мать уорингтоном и я думаю сейчас остановят а я брал на уорингтона и короче техническая нищая и и все да это англия это эти херн уже практикует в этих самых этих поединках частенько и я думаю вот кто там балуется состав я нова запускаю запись снова запускаю запись я росла все заморозилась на тем что ты ставил на ворингтона и все я оставил на ворингтона и короче меня тоже так вот но нет не особо хорошо скажем так это потому что я если был бы новый контент был бы возврат ставок там поставили техническую нищу так и здесь ну то есть надо брать во внимание что может произойти такая неприятная случайность кто кто берется он то есть там еще более вероятно чем в америке из-за вот этих технических остановок окей ну и главный поединок который в общем у меня вызвал очень жесткую реакцию потому что я считаю что поединок был неимоверно грязным и все делалось для победы чесоры кубрат пулев дарит чесором таляныч что-то скажешь об этом поединке мне кажется этот бой из разряда таких что тебе очень нравится я бы сказал что сильно мне понравился потому что как бы два ветерана им нужно было дать должное не не нельзя было ждать что-то такого именно эфирического у меня лично вот я посчитал лично у меня на карте вышла ничья шесть раундов вода одному 66 дорогу просто отсюда мне так показалось что у него больше было как бы как сказать он больше хотел выиграть он как бы и поэтому же бой в англии как бы из-за этого может ему дали победу но то что у меня вышло 66 вышла по карте я так посчитал раунды у меня не мне мне так вышло я говорил что этот у кент был у кент предпочтение судей потому что некоторые дают предпочтение больше если точные удары сильные удары другие что если много ударов не важно куда они попадают и если они попадают вообще за это вот здесь как бы если со стороны допустим взять можно было дать пульву потому что он он бил больше но попадал меньше как бы дать 40 попадал бил меньше и на него были точные жесткие удары то есть там некоторые удар там может быть он попадал за раунд два раза но сильно да по цели а курбан пулю может быть попадал там 10 раз и за 10 раз там один раз попадал это не сильно и поэтому я посчитал 666 а так по бою что сказать два ветерана вышли по боксировали ничего такого сверхъестественное не увидел да я я я считаю что можно было давать сори победу потому что было дома и он как-то даже 12 11 на раунде как как-то был более такой шо вперед он как как-то желание больше выиграть как бы у него было мне так показалось я расстав твое мнение ну да такие прям стертые ребята уже обои кроме как то что песни и прикольные были на взвешивании классную песню включили в часоре и часора как выходил классные песни но желание было но не было возможности реализации никакой тут не техники не тактики это такое но благо что вышли там не напились там не попали под какой-то этот самый замес жёсткий вышли итог хорошо спасли там какой-то шоу а то что касается но я тоже самое я если честно ждал хуже я думал сейчас обнимашки как начнутся самого типа начала потому что для меня часора уже закончился в четвертом раунде наверно типа он вообще уже был там стертый но он такой тоже хитрец я вспоминаю его с усиком бой я тоже уже там 5 6 раунд часора там такой вроде как включил дохлого такого а потом резко выбрасывал удар он такой может короче маскировать свою усталость у него часора молодец в том плане что насколько он миксует такую свою усталость и такую вроде как взрывную взрывную брутальность такую при том что ну я думаю что все что делал часора именно в соотношении с пулемом все было очень правильно а что делал именно пули в соотношении с часорой были а грехи потому что наша числа мог сделать он супер устал по по возрасту они одинаковые ну как три года старше пулем на стертость часоры может даже в четыре на четыре на пять лет больше чем у пулева но вот мне так кажется и насколько там часора бросал вот эти вот оверхэнды там и прочее ну что он мог делать он мог по сути выжимать с чего у него оставалось это уклоны вот эти и удары там в корпус он не охотился за головой он мало выбрасывал ударов в голову потому что надо тянуться было тяжеловато и все что он мог это вот выбрасывать и удары то есть с большой амплитудой в пузо и пулев от них никак бы не ушел и какие-то там оверхэнды там там в плечо там в этот самый то есть в принципе что что ну то что должен часора вышел выжил из этого боя максимум все что мог вот и все касаемо результата наверное я просто болел за 40 я не могу быть объективным не знаю наверно прав анатолий 66 а может даже 75 в пользу пулева потому что считали там вообще очень смешно восемь четыре в пользу пулева никак не было восемь четыре в пользу часов и тоже никак не было и один там вообще посчитал там наверное рамы рамки считал вышла у него там это один раз дать 10-10 два раунда 10 да 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 он наверно там действительно отдал этот самый ну вот принципе мне кажется счет где-то ничейный потому что но в разумно было давать либо же там где-то очень мало пулев но опять же пулев тоже тоже не выиграл этот бой ничья самый закономерный результат ну ко всему потому что то что уже в конце там было такое вроде как молодцы шати по выжали а хвалите ничего просто как сравнивая того же вову кличка 41 года и от этих казаков 38 лет часа уже дед такой ну просто мешок же просто может и дальше хуже будет я понимаю тяжеловато будет конечно ему каких-то ударах идет речь там не знаю тоже такое пенсия уже давно давно она уже давно пришло я вам хочу сказать что меня возмутила одна вещь это судейство макдонал вот этот вот судья ну просто он настолько вот был четвертым человеком не третьим человеком время четвертым человеком в углу часоры потому что все эти фолы удары плечами удары вот поддевание головой дны заламывание рук такие вот подленькие удары в клинче ниже пояса колено в коленом то есть он упорно не замечал сначала упорно не замечал нарушение со стороны часоры а потом за нарушение часоры начинал высказывать кубрату пулеву вот это вот меня подломало а вторых ну кубрат все-таки класс бокса если человек занимался боксом и занимался боксом в любителях неплохо то он достаточно общем кубрат показал вот эту разницу когда очень хорошо действовал передней рукой то есть ты первый удар первый удар был просто великолепно потом когда он начинал там серийничать или комбинировать это была трагедия потому что из там 15 нанесенных ударов 13 шли мимо причем постоянно а если два удара еще и добавлялось то есть попадали то часора сам в этом виноват уже подставлял голову пытаясь в общем от защищаться но тем не менее у меня вот как раз два раунда выиграл кубрат пули вот потому что тоже нужно понимать что часора на если внимательно посмотреть потом пропускал пару раз пропустил вот этот оверхенд правый не только оверхенд скоро там полу оверхенд полу свинк правый кубрат пули в а потом уже подходил поднимать левую левый локоточек в общем варежку подставляя и компенсировал эти удары часов но соглашусь с вами как-то игра была равна играли два кубрат пули в лишний раз доказал что ему стоит то есть он плане бокса он красавчик чуть-чуть добавить бы функционалки и физики чуть-чуть бы сбросить вес цены бы не было и помните мы говорили что разница между передней рукой и ударом правой катастрофически огромная то есть нет такого бам-бам есть бум и потом правая там спустя две-три секунды бам вот это вот тоже надо исправлять ну а часора ну правильно говорит весь народ англии да иди на пенсию иди на пенсию мять занимайся гамбургами банями продажи автомобилей пошивом одежды но на хрен тебе боксировать потому что последнее время я так смотрю джо джойс после победы над этим вот господи крестьянам хаммером по фрэнк город мы будем боксировать за дианте им вайлдером раньше после этого там джонни руис герой говорит я хочу боксировать дианте им вайлдером и показать что я еще парень его тут общем как бы эдди хирн говорит про соперника дарри качесоры как дианте им вайлдер мне это напоминает фильм когда с малом бруксом всемирная история пешка берет королеву офицер берет королеву конь берет королеву все берут королеву у нас дианте им вайлдер просто общем как бы пуп земли вырос по крайней мере и меня радует одно что дианте им вайлдер без заработка не остается не останется по крайней мере на ближайший год полтора окей перевернули эту страницу перелетаем сан антонио штат техас брайан фигура карлос кастро я сразу скажу свое мнение медь ну вот если бы медь брайан фигура хотел показать себя дебилом вот ему в этом поединке удалось ну все у чувака есть руки длинные скорость ноги и при этом рост и при этом он так не сграбно медь пользовался медь что общем как как ну то что он выиграет было понятно но с точки зрения красоты бокса это по моему вот этот поединок оставил отвратительные послевкусия ярослава как тебе туда попробовал побоксировать он начали что-то она так бездарно смотрелось перемолол вопрос этого кастро и балда есть у него козырь от этого кастро в ответ такая стратный упал и всем было понятно что если ты героя не удастся его там показать какой бог с какой у него есть нос ты несносный то у него есть физика и вот это вот супер давление которое может перемолоть его где-то реально тоже очень сильная как бы вещи то же самое наверно спутан вам дал самый тяжелый будет скорее всего и в принципе вот за счет от этих вот навыков какие бы они не были тогда неумелые ну тем не менее от этой функционалки держалки вот этого стиля там такого до пьяного мастера скажем так влево вправо я вы за тебя потом накидывает слева удары такие но справа да ну конечно смотрится не особо по по классике конечно эстетично наверно ну работает я же говорю так ну как вот попытался он не работает но я помню головки помните тоже пытался работать с роузом в канадском садировался там он по моему даже это чувак тренировал людей там приезжал на квартиры и тут ему удался шанс там заработать денег потому что с головки на ты заработаешь оказаться в нужное время в нужном месте да и он короче попытался головкин с ним джен там только бэнкс у него был первым тренером в смысле первый поединок был под руководством бэнкса и там тренировки показывали что не на там работает ногами там выходит там короче ну шел дэн роли там такое но я прекрасно понимал что гена из гена типа а ну фигуро из фигуро и там он попытался немножко боксировать и роуз там его понакидывал там буквально два-три раунда он такие комбинации неплохие и гена сразу стал тем же геной который ну типа должен был быть для того чтобы проходить и буквально раунд два да и он этого роуза перемал так и фигуро он попробовал не получается ну блин ну все я включаю снова того что ну шоу что мне приносит как бы результат и за счет чего я выехал поединке все да спас я с вами соглашусь что действительно по уровню бокса и составлять фултона и того же фигуро это небо и землю а мне понравился такой я наоборот фигуро наоборот я увидел даже больше интеллекта вот давай возьмем кастро его начал сначала не давал фигуро заходить на его дистанцию где фигуро всех перемалывает это на ближнюю дистанцию в первых раундах у фигуро не выходило а постоянно приходить на его на его дистанцию кастро как я говорил в преддикшен он качественный боксер он не дурак у него всего понемножку всего понемножку он такой крепкий середняк он хороший боксер и тоже не такой уж глупый но в конце он здесь глупил а фигуро начал потом перемалывать он он заманил кастро канатом сам стал и принимал удар за счет что фигуро очень крепкая держалка он он всегда этим рискует потому что у него защиты нету такого блока вообще нет он защищается только корпусом там или или головой мотая то в одну то в другую сторону и просто кастро взял и просто думал что сейчас его забьет или там не знаю что и он просто взял его из и сделать такую скрутку как в тайском боксе и поставил его канатом и забил здесь тоже это было тактическое действие прики канатом для того чтобы сам кастро пришел в его дистанцию в котором его ему это удобно было работать и там он и там он его за вы забил потому что если бы он этого не сделал еще пару раундов нужно было бы гоняться за кастро кастро не подпускал его на ту дистанцию который ему было выгодно и в которой он хорошо работает лично так увидел бой для меня этот бой был интересный ты абсолютно правда действительно там в том в том раунде когда в общем стал канатом фигура да это был просчитанный маневр как в свое время ходит майвезер ставал канатом очень любил это и тут же выходить центр и забивать соперника да это все было хорошо просто на мой ну мое мнение то количество ударов которые выбрасывают фигура это как поединке от кубрат пули кубрат пули наносил очень большое количество ударов только от реализация была минимальна то есть это на сегодняшний момент скажем так кастро по сравнению с фигура до который поднялся на категорию выше и сейчас в общем как бы в полу тяжелом весе и полу легком весе он будет боксировать с рей варгасом который побил макса и сейчас мы об этом поговорим то есть как он будет боксировать больно более качественно то есть ценность каждого удара как говорил юрий иванович нужненко меня тренировавший зачем наносить удары которые не приходят на цель который не служит там отмерянием дистанции сдерживанием а вот зачем наносить удары которые не служат чему-то а просто чтобы их выбрасывать но но представьте если фигуров бы не не выбрасывал эти эти удары то столько ударов он бы не 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 делал он бы был бы качественным был бы лучше я думаю у него не было бы этих успехов этих успехов да не не так мы говорим о том что это боец это боец не высокого класса не высокого класса а большой ударный и самое главное плотной мощи нанесения таковых что в общем как бы бояться потому что в этом весе полу легком весе он уже не в первом легком весе посмотрим а пока что за я говорю ему пока что нет но это его стиль у него очень крепкая держалка очень хорошо держит пока что это не уйдет это знаете не долго играющее вино как говорится да это боксер который уйдет на пенсию раньше много пропускает он не будет боксировать до до 40 лет это это у него вот сейчас сегодня и здесь и все это будет там еще пару лет пока еще позволяет здоровье он он другим не станет и он нам будет интересен таким какой он сейчас есть он он не изменится как как на варе тогда все обсуждают чтобы вообще не менее книг никакой техники ничего вот той его любим такой как он есть он он делает боксе свою изюминку свой стиль так и фигаро он пока он будет меньше ударов он будет проигрывать этого фишка может выбросить неимоверную серию немоверно 20 ударов там серия сейчас кто боксирует даже в меньших весах там троечки четверочки двоечки все многие так боксируют а у него можно увидеть много ударов пускай не попадут все но он этим забьет он дезориентирует соперника как бы так мне нравится этот боксер мне честно нравится фигаро это свой свой такой своя ниша в бокс я думаю что тебе нужно заканчивать с карьерой охранника и начинать карьеру адвоката очень хорошо получается теперь я хочу посмотреть вам в глаза тогда чё там макса я выиграл у рассолом еще раз лишний раз доказал что варгаз мне со своим ростом из длиной рук знает что делать как вам вообще этот поединок не так было жалко макса я я я я честное слово я так попробую и вот так вот попробую единственный успех это когда варгаз мать просто шел на него мать раскрывая своими длинными руками не успевал их донести и пропускал ну иногда он в каком-то шестом по моему раунде это такая вот случайность была я растал твои впечатления от этого поединка да я на самом деле на макс они так много видела заборосом я довольно долго следил я практически много поединка его посмотрел и я вспоминаю его поединок с манзензиллой там франклин был там сэха вышел со строя там и он вышел на замену во втором раунде пропустил упал тоже начал спасаться но потом до такой степени уверенно вышел с поединка прям у него очень огромный опыт проведения поединка колоссальный просто это сто процентов хорошая школа это баристана типа баристаина короче тоже классно да действительно минус у него неплохо чувствую дистанцию много работают в корпус и причем заметьте вот его удары очень смотрится эффективно эффектно и эффективно в когда мы смотрим их визуально то есть вот как говорил покойный гендель что уорт умеет вылить побителям когда делал удары тот же word через ковалева они эффект не смотрели чем удары ковалева так и здесь насколько их неплохо но максимально то есть но как книжка пишет вот так их и выпускает конечно же по полу бокса это даже и сравнения нету ну то есть это даже максая это ну да неплохой там темповик пытался встречал прослеживала что ему типа и в рот говорил типа встречая его потому что минус варгаса он застаивается у него вот есть какая-то такая ошибка райана гарсии то есть у него он как нет амортизации вот так голову он ставит ровно и в принципе вот эти моменты были у нас ай он его при своей атаке он задерживается он задерживается и немножко не амортизирует удар может назад отклониться но сделать корпусом движения либо же но это вот у него немножко деревянная стойка в своих ударах нанесения то есть он задерживается и в такую какую-то вертикальную стойку становится он вырезаем ударом анализила его вообще корявый послал иногда он там четыре раза был иногда он если не ошибаюсь своей кореи он там много падал и здесь конечно шанс будет макс а это конечно там молодости то что он немножко больше там как-то попытаться его может темпом так пару раз папа попадать в принципе той же пара сплыл но опять же умение опыт в таких ситуациях он уже бывал он уже не разбивал как бы выжил а по уровню бокса и говорить не о чем потому что действительно рейва раз ну на порядок выше как боксер чем максая но не то что случайный чемпион как бы как бы рассел там не травмировал руку он тоже молодец но все же конечно вот насколько вот класс здесь в этом поединке видно видно класс и очень-очень эффективно он смотрится смотришь там если убирать там первые там два раунда и там немного средины то это д класс это д класс просто потому что даже бокс статистику ударов ну и качество их нанесения и и всему всему свое время то есть все ну все правильно все по книжке ты открываешь сначала как вот какую-то мы открываем книгу берем там спортивный инвентарь начинается с жима лежа там с приседания и прочее это нам показал просто рейва раз что такое основа бокса а макс а это такие вот типа ну как мы не по минималках до минималках макс а я потом же уже постарение и вот такая какая-то у меня параллель прошла а рейва раз это просто классика вот именно рафаэль маркес марк маркес свои свои лучшие годы вот я же говорю ну именно не в то что у них разные стили а просто классические классические просто классические удары классическая постановка их и прочее прочее просто учебник таляныч что ты скажешь а что я скажу я разочаровался на что в макс а и но я не соглашусь что здесь был такой класс даже я посчитал посчитал допустим у меня вышло за счет нагдауна на один раунд больше варгас один раунд если поставить допустим с тем нагдаун дам чтобы у макс а и потому что некоторые раунды я я так видел что хоть варгас бьет много но много не не попадала макс а имел очень чистый удар в некоторых раундах где я давал им раунд слова о некоторых не когда я могу даже посчитать допустим я макс аю дал первые три раунда потом макс аю дал четвертый пятый варгасу потом макс ай выиграл шестой седьмой восьмой девятый опять макс ай и одиннадцатый двенадцатый варгас и плюс нагдаун у меня вышел вообще вышло 6 6 и плюс нагдаун вышла что даже макс ай выиграл на счет нагдаун я как-то так этот бой увидел потому что варгас выкидывал много мне просто поразило как варгас поднялся весь и он здесь такой большой выглядел большой большой боксер высокий двинорукий если бы он был с раселом дрались там у расела метр шестьдесят один я представляю насколько там просто колоссальная расела метр шестьдесят четыре у максая метр шестьдесят восемь а у этого гуся метр семьдесят девять просто я же говорю и как бы расел не был там технарем супер как бы он бы по нему попадал да я я добавлю да я не говорю что типа дикла дикласс именно вот мы смотрим раунд и как его просто варгас делает в этом раунде вот именно бьет в печень уходит все делает правильно понятно что максая попал да где-то варгас поплыл и первая раунда он допустим первый второй там была разведка он немножко не приноровился но допустим начиная 3 4 5 6 7 8 9 даже бокс рекс как не комбо бокс смотреть понятно это сомнительный сайт но там варгас так убежал по ударам и прочее при том что я понимаю он мог еще лучше вот этот надо он просто его немножко еще и стер на смысле он начало творит арестантом нет я я стал я извините перебиваю я не соглашусь он у стер он там был по было попадание но но если посмотреть варгас немножко в общем как бы встряхнулся буквально 10 секунд он подвигался и тут же он вернулся к своему накатыванию то есть джеб 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 и попробовал выходить с ударом правой то есть там не было такого нокдауна что знаешь ай-яй-яй там состояние груги да да но не уклюшился как-то все он там опять же ну или его как-то ноги подводили я согласен там не было груги но были моменты где он просто как-то чрезмерно проваливался и вот у меня было ощущение что что-то с ним не то то есть не но не так он прям встряхнулся там 10 секунд от метелил и все в порядке все же было там и в последних раундах тут его немного цепанул и ну такое я не скажу что прям для варгаса этот нокдаун был флэш ну то есть он он был потрясен что хочу сказать что не хватило максаю вот что мне мне показалось максай очень хорошо сокращать дистанцию постоянно он 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 подходил хорошо к варгасу подходил натыкался на джеб получал справа и снова начинал подходить он не оставался там допустим я не знаю почему то он я так видел что он именно подходит там есть какой-то размен и он уходит или варгас уходит от него то есть он он не подавливал не прессинговал если может быть если он подавлю прессинговал может быть он и выиграл них не хватило может быть физики ему может быть большая дистанция посмотри таляныч слишком большая дистанция была здесь как как бы не начал подходить максая варгаса было просто великолепно вытянутая передняя рука и отход назад и чуть-чуть там пол шага в сторону то есть если бы максая бросал на него там бросался с правой он был уходил бы влево там вправо от себя если бы слева там влево от себя уходил то есть варгас очень тонко чувствовал единственное что варгас пропускал это да когда он когда он не попадал варежкой дальней дистанции забрасывая а на ближней дистанции с его ручищами работать ну крайне неудобно поэтому да когда он бросал и максая уходил от этого удара ему ничего одну варгас просто вынужден был проваливаться потому что перчатка ни на что не опиралась и вот в этом нокдауне он бросил справа промахнулся и варгас просто общем как бы классический удар или правой сверху сбоку как раз вот это вот за за ухо вот это самый неприятный удар такой полузаячий удар когда тебя бьют с одной стороны за ухо где вот находится самый короткий путь пестибулярки вот и да это тебя пошатнет но варгас быстро восстановился а так просто я когда смотрел этот поединок я там думаю ну давай как аля-то майк тайсон да там в раскачку там пройдешь и нет и не было у максая ни одного шанса даже сблизиться потому что даже не представляю какая у максая должна быть скорость в ногах и какая ручная скорость чтобы просто до сотую долю секунды оказываться возле рэй очень хорошо со своей передней рукой и работой но контролировал дистанцию это его был хлеб все все его карьере это был его хлеб вот это вот дальняя дистанция и контроль постоянно соперника и подлавливание соперников в отличие от максая некоторые шли более прямолинейно более медленно за что и получали по голове максая здесь конечно в общем был тем живчиком который избежал большинства ударов варгаса с дистанции а так бы я думаю что для максая все закончилось где-то после пересечения экватора и довольно таки ленин милицы приятно удара на я комбинация корпус у варгаса вот заметьте я уже давно давно наблюдаю это прям коронка и вот там три четыре пять ударов он и бьет молниеносно выгибает левую руку типа оля сауль альварес это вот действительно она смотрится очень эффектно и вот на судей как бы я понимаю на что могло это влияет но есть ну то есть вот это удар в корпус он их там миксует бьет три-четыре удара и последним там загибает левое плечо и кидает ну ну классно это прям ну как домашняя наготовка много у него вот эти под комбинации наработанных ну то есть колоссальный опыт конечно колоссальный у варгаса эту должное варгасу после такого большого простоя так вернуться хорошо нормально я думаю нужно за это только дать ему должное потому что да действительно я максая должен был сделать больше для для победы да потому что да много не выходило у него много не не получалось я ожидал у него больше я даже думал что максая выиграть досрочно я так думал я не знаю как-то думал что варгас после такого простоя он будет нам намного хуже я не ожидал два потому что я как бы смотрел раньше его бои давно смотрел когда он до самой я не видел в нем такого сильного чемпиона как бы за счет того что просто был фриком в этом он был на вес ниже мне кажется даже да на вес ниже он там был он такой худой пацаны эти вот скулы у него выходили такой фриковые я думал здесь он простой него такой был уже не может только гонять я думаю ему дали этот шанс думал мак максаева перебет перебить однорукого рассела на рукава рассол не смог мать его закрыть и перебить то как в общем варгаса он мог это сделать я я до сих пор считаю что марк максая просто ему с рассолом подфартило ну впрочем да мне кажется даже здесь и тренерские какие-то были проблемы потому что у максая мне кажется что вот этот тренер как его там заводят паке а вот это просто фигура который просто не может ничего дельного подсказать кроме держание лап у него я ничего никогда не замечал но держание лап телевидение включает камеры после этого как только выключается он бросает лапы идет себе в комнату я тоже считаю себя дискредитировал уже конечно полностью у него много разговоров но мало дела да в сравнении с новыми мастерами тренерская скажем так мысли то он уступает может благодаря своему не благодаря вопреки болезни которая прогрессирует уже там паркинсона то есть в принципе я думаю что но но фрагировач уже не видится в углу прям таким когда я помню кто-то выступает блин так там же фрагировач но сейчас даже ну и шо то после того как фрагировач там опростоволосился с сенченком потом да да и сенченко и postal там там все все как бы все все в одну калитку все у нас тренирует фрагировач я говорю примите соболезнования фанты фанты мне стоит денег окей давайте перевернем эту страницу и вы знаете в общем как бы в среду не имеет смысла встречаться в плане что что уикенд грядущий нам готовит таляныч верни себя в положение нормально вот дело в том что среду утром будет чей днем будет козу то и ока донни ниетас матч реванш первый поединок донни ниетас выиграл split decision решением большинства в восемнадцатом году и вот теперь матч реванш я так понимаю что козу то и ока решил позакрывать все свои там красные пятна в рекорте вот что это за поединок для меня это поединок из разряда донейр и ока козу то и окажись от чемпионы нет я доказываю как а был юбей в супер супер флава это в первом легче легчайшим весе это 52 он сейчас в любви у меня козу чемпион да 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 и они боксировали за этот титул с ниеты сам за вакантный титул 2018 году йока проиграл этим вот разделенным решением судьи сейчас решил реваншируется я имею ввиду донейр и ноги для меня это поединок из разряда донейр и и ноя все будут говорить об опыте ниетаса о том что он последний его шанс что он соберется и все закончится в общем во втором раунде большим 52 килограмма собираться в 40 лет это можно только собраться где-то не знаю собраться куда-то на море только не выйти в ринг а где будет бой это в японии в японии более ехать в японию туда на родину йоки йока я думаю что здесь просто будет также до экватора йока должен выиграть потому что у йоки я как знаю у них есть там у них потенциальные допустим они хотят и объединение там еще куда-то хотят или или пойти в другой вес я там читал полгода назад еще об этом говорилось там у него есть перспективы я думаю он как бы есть планы перспективы всех есть у него есть планы на это я думаю он он не не даст чтобы он там сделал какую-то ошибку потому что там на самом деле у них хорошие там тренера японские тренера уже это уже доказано что они очень хорошие тренера и как бы думаю там план на бой такой чтобы не один еще тренер из японии не тренировал мать энтони джошуа или тайсона фьюри несмотря на а вот отец и на ой он тренирует два сына и один из них один из лучших боксеров в мире а второй из худших глядь все получилось ну второй просто видимо пьет саке понимаете пьет саке бога и знаете как это всегда так в семье не не может быть два-три чемпиона двое умных футболиста ясно ярослав по твое видение я коротко там я думаю старо здесь поставить все точки это такое ну типа но больше можно беседовать мне кажется уране россии а тут оно такое выдать я думаю что возрасту поставит точку но отсюда но я имею ввиду шок до в 40 41 год в таком весе это крайне сложно будет нанита данного все еще не буду делать ставку я мало знаний но видел их тех самых но я не анализировал ничего не буду делать но я я просто вот уже как то есть такой возраст мне кажется где-то вот 40 41 вот как боксер стареет за собой вот я же говорю ну и понятно что кто с тобой еще будет выступать но для донейра это была лебединая песня ясно в общем среду мы господа я все-таки предлагаю собраться ну увидится никогда лишним не будет ну и поговорить об этом единственном поединке в общем вот а уикенд мы оставим уже на будущее все-таки как-то передохнуть и промоутером и боксером и нам с вами хотя бы уикенд выспаться тоже надо за 7 я благодарю вас за то что вы нашли время собраться анатолию желаем успеха в полях ярче у скорейшего выздоровления ну а я вас обнимаю и желаю берегите себя своих родных и близких все будет украина а если все будет украина все будет и бокс пока ребят